В половине второго ночи у городского кладбища по собственной глупости попал в скверную историю автолюбитель, который теперь рискует стать безработным. Водитель Тойоты Гайи, двигаясь со стороны аэропорта, на полном ходу врезался в павильон остановки общественного транспорта питомник. В силу позднего времени парковочный карман был совершенно безлюден, а вот сооружению досталось сполна. Его половина оказалась сдвинута с места и разрушена чуть меньше, чем полностью. В этом помещении тоже никого не было, а днем здесь дежурит сотрудник троллейбусного парка. Рабочее место диспетчера, который посредством системы ГЛОНАСС мониторит перемещение вагонов по маршрутам, разбита в дребезги. Как и Гайя, на которой хабаровчанин 1973 года рождения помчался в ночь, чтобы развеяться. Обострившиеся этим вечером проблемы мужчины носят личный характер. На дороге ему никто не мешал. Шофер разогнал минивэн до ста километров в час. Вал проблемы тем вечером нарастал словно снежный ком. Автолюбитель работает вторым пилотом в крупной авиакомпании и утром должен был уйти в рейс. После взбудоражившего мужчину события он выпил, что могло бы во время предполетного медконтроля поставить вопрос о невылете. А потом сел за руль, будучи лишенным прав. Произошло это в 2015 году. Легально водить машину хабаровчанин мог не раньше 2017. Теперь же мужчину ждал полный боки откарательных мер. Спецприемник, возбуждение уголовного дела за повторное пьяное вождение и продление срока поражения в правах. Финал этой истории вышел полностью нелетным. С места происшествия Мария Склярова и Виталий Векслер.